Здравствуйте! Сегодня у нас замечательный весенний день. И сегодня в студии замечательный гость. Проректор КФУ по биомедицинскому направлению, директор Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Андрей Павлович Киясов. Добрый день! И журналисты Альберт Бигбов и Рустам Вафин. Сегодня начинается отчет для абитуриентов и их родителей. Начинается нервная пора и не за горами очередная приемная комиссия. Андрей Павлович, скажите, пожалуйста, сколько студентов в этом году примет Институт фундаментальной медицины и биологии? Цифру полностью? Да. А можно я разобью? Дело в том, что наш институт очень интересный. Во-первых, сейчас только прошли структурные изменения. Институт фундаментальной медицины и биологии, по сути дела, состоит из двух школ. Это Высшая школа биологии и Высшая школа медицины. И, соответственно, Высшая школа биологии, у нее свой набор. Это 110 бакалавров, 130 магистров и плюс 25 биологов, кто хочет быть учителем биологии. А Высшая школа медицины, в Высшей школе медицины, там получается несколько специальностей. Первая специальность – лечебное дело, стоматология, фармация, медицинская биохимия, медицинская биофизика, медицинская кибернетика. Кстати, то, что я Вам назвал по Высшей школе биологии, это имеется в виду контрольные цифроприемы. Я надеюсь, Вы это спрашивали, да, по бюджету? Да. Бюджетные места. Нет, по бюджету и по коммертике отдельный будет вопрос. А, ну вот, я поэтому называю сейчас контрольный цифроприем то, что в народе говорят бюджетные цифры. Вот, значит, в Высшей школе медицины там такая раскладка. 100 бюджетных мест на лечебное дело, причем это очень большой рост в этом году, то есть в прошлом году у нас было всего 15, в этом году уже 100. Вот, 15 на стоматологию, 12 на медицинскую биохимию и по 10 мест на фармацию, на медицинскую биофизику и на медицинскую кибернетику. То есть, поэтому я думаю, что здесь кого какая специальность интересует, то есть вот, ну, я обозначил эти вещи. А вот соотношение бюджетных мест? Вы знаете, это, как правило, бывает так. Так, вот раньше было, что вне бюджетных было больше, чем бюджетных, но я не уверен, что в этом году на лечебное дело мы наберем, ну, наверное, будет 50 на 50, 50-50. Потому что вы не забывайте, что у нас еще есть и набор иностранных студентов, то есть иностранных студентов, как обучающихся на русском языке, так и обучающихся на английском языке. И мы просто не резиновые, мы как бы лопнем. А там квота какая-то есть по ним? Там и квота есть. Дело в том, что есть так называемая гослиния, то есть те иностранцы, которые приезжают к нам по направлению Минобра, то есть там свои есть межгосударственные взаимоотношения, вот, и есть иностранцы, которые приезжают сами. Те, которые приезжают по гослинии, они не входят в число бюджетных студентов, то есть они, как бы, получается, идут сверху, но финансируются за счет бюджета. Вот, и, наконец, есть еще те, кто платит за свое обучение сами, либо какие-то компании за них платят. Это уже входит в квоту коммерческого приема. А еще какие-то квоты существуют? Ну, сейчас широко обсуждается так называемая квота целевиков, потому что целевики — это наше все, это наше будущее, как все считают. Вот, а эта квота, она пока нам неизвестна. Неизвестна по одной простой причине, что сейчас появляются новые законодательные акты, согласно которым может измениться процент целевиков. То есть дело в том, что целевик, он идет в счет контрольных цифр приема. То есть, если я говорю, что у нас на лечебное дело, например, 100 мест, а на биологию бакалавриат 110, то, соответственно, раньше это было до 5%, то есть у нас было целевиков. А как это будет сейчас, я не знаю. То есть я врать здесь не буду, потому что, на самом деле, может прийти так, что, ну, например, вот в вузах Минздрава, там до 60% из бюджетных мест это выделяется на целевиков. То есть, поскольку мы относимся к Министерству науки и высшего образования, у нас до этого было, ну, до 5%. А почему так мало? Кто такой целевик, в данном случае? Целевик — это тот, кого район, как бы, рекомендует к обучению в вузе. Дальше этот человек подает точно так же на общих основаниях документы, но для целевого набора получается там своя конкурсная группа. По блажке. Я не могу сказать, что по блажке, то есть своя конкурсная группа. То есть там тоже должен быть конкурс. То есть, например, 10 целевиков должно быть. Это вообще, в принципе, наверное, для телезрителей будет известно. То есть они имеют полное право пойти в администрации, так сказать, своих, где они живут, и говорить, что вот да, мой ребенок сейчас, потому что по закону он должен отработаться потом 3 года, еще что-то. А если не отработает, он должен будет даже заплатить и выплатить всю стоимость, которая была потрачена на его обучение. Но в этой конкурсной группе проходные баллы ниже, нежели, так сказать, в основной. А вот, кстати, о баллах. Вот по бюджетному направлению. Какие минимальные баллы ЕГЭ, чтобы можно было рассчитывать? Ну, все на сайте есть, так сказать. Там получается, по-моему, 60 баллов по ЕГЭ, это минимальные баллы. Вот, я боюсь соврать сейчас. То есть проще, ведь когда родители или абитуриенты смотрят, они заходят. Кстати, вот надо отдать должное, что на сайте Казанского федерального университета, именно то, что касается приемной комиссии, это настолько прозрачная процедура, что видно все. Вплоть до того, что когда абитуриент зарегистрировался, и потом он может отслеживать себя, где он находится, на какой позиции, сколько, чего. То есть это не то, что там листочки какие-то вывесили, уже итоговые, а здесь все это прозрачно. Это электронный ресурс, и все интерактивно, транспарентно. Да, но более того, я могу рассказать историю, даже первого года, я уж не говорю, так сказать, это постоянно идет. Для меня это было откровением, когда, например, еще первый набор у нас самый был, который вот в этом году выпускается уже дети врачами. И в 16 часов, например, должна закрыться приемная комиссия. И дети вместе с родителями на планшетах отслеживают, кто на какой позиции. То есть, ну, грубо говоря, например, 15 мест, и он видит, что он 15-й, и в этот момент кто-то перебрасывает документы, оригиналы, с другой специальности сюда, он оттягивается на 16-й, и вот они все это смотрят. Ну, то есть это в реальном времени все. Так, букмекерским карторам предложите, хороший продукт. Нет, да, ну, хорошая идея, кстати, да. Скажите, а с чем связано вот такой взрывной рост количества бюджетных мест в лечебное отделение? Он ни с чем не связан. Он связан, то есть, вот вообще количество бюджетных мест, контрольные цифры приема, это выделяется на конкурсной основе. То есть, каждый вуз подает учредителю непосредственно запрос, причем запрос подается не в этом году. Вот мы сейчас готовили запрос на 2021 год. То есть, и проводится конкурсная процедура, и уже учредитель, и Минздрав, ну, если про медицину, это учредитель наш и Минздрав, если биология, это только учредитель, они смотрят, так сказать, кому, сколько, то есть, скажем так, по достижениям вуза, целесообразно или нецелесообразно. Если вы не просите 100 мест, вам никто 100 мест не даст. Но если вы просите, например, 100 мест, это не значит, что вам 100 мест дадут, потому что многие могут просить 100 мест, но в конечном итоге кому-то дадут 20, кому-то 50, то есть, это конкурсная процедура, и потом мы получаем уже итог. Если вы просите 100, и вам дают 100, это означает хороший рекорд? Это очень хорошее, да. Это очень хорошее вуза, да? Да, да. Нет, ну, на самом деле, репутация хорошая, потому что и по всем рейтингам, которые есть и международным, и то, что и КУЭС, и Таймс Хай Эдюкейшн, и вот сейчас новый рейтинг Таймс Хай Эдюкейшн уже когда не в предметных областях, а по влиянию на общество, по ООН, так сказать, то есть, если мы попадаем в эти рейтинги в области здравоохранения и биологии, то, на самом деле, эта репутация очень хорошая. Больной для многих вопрос стоимость обучения на Камерсиком. Не смогу я вам соответствовать на него. Объясню, почему. Дело в том, что стоимость складывается очень просто. Значит, нам учредитель определяет, сколько стоит один студент. Потому что от этого зависит. Вот когда мы говорим про бюджетных студентов, то есть, соответственно, например, вот у меня 10 студентов, и, например, он говорит, что один студент стоит 100 рублей. И вот эти 100 рублей он выделяет на каждого студента, и, соответственно, получается, сколько я тысячу получаю. А сейчас еще до сих пор учредитель не сказал нам, сколько будет стоить один студент в этом году. Нормативы не доведены. Да. Поэтому мы не можем сейчас выставить даже. А мы не можем определить стоимость обучения ниже государственной планки. Потому что, ну, на самом деле, нонсенс. Вот там, когда, если посмотрите, говорят, что да, можно получить образование там за 10 рублей, вот, хотя оно в государственных, то есть, правительством определено, что это образование стоит 20 рублей, соответственно, кто-то демпингует. А как он демпингует? То есть, в этой ситуации, значит, если есть и бюджетные, и внебюджетные студенты, то, соответственно, за счет бюджета учатся, недоплачивая внебюджетные студенты. И, соответственно, это совершенно четко оговорено законом. Что стоимость обучения на, так сказать, возмездной основе, она не должна быть ни в коем случае ниже, чем та стоимость, которая предана государству. Дабы пресечь злоупотребление. Конечно, конечно. И такой вопрос. Вот наш город Казань. В нашем городе обучению здесь, в КФУ, есть альтернатива. Мединститут. И подобная альтернатива есть и в других городах крупных. Почему должны идти к нам, а не в мединститут? Скажите, пожалуйста. Чем ваше образование ценнее, чем, например, альтернативные какие-то медицинские направления? Нет, давайте так. Сначала мы разобьем вопрос на две части. Почему туда или почему сюда? Почему кто-то идет в пятерочку, кто-то идет в бахатле, кто-то идет в карусель? Хорошая новая. Вот. То есть, это выбор каждого. Согласны? Вот. Поэтому здесь я бы не стал говорить. То есть, каждый выбирает то, что ему нравится. А второй вопрос, если вы меня спрашиваете, что на самом деле есть, в чем разница? Ну, разница есть. Разница есть, по крайней мере, что... Вот вы про медицинское, потому что вы спросили, так сказать, по медицинскому образом. Я могу сказать, что наши студенты обязательно защищают курсовые работы. Точно так же, как защищают курсовые работы биологи наши. То есть, на третьем и на пятом курсе это настоящая научная работа, которую выполняют студенты в лабораториях института. И защищают эко-курсовую. И она внесена непосредственно в учебные планы. Вот. То есть, есть очень много других вещей, которые нас отличают. Ну, наверное, здесь, понимаете, тот, кто интересуется медицинским образованием, если у кого-то дети поступают, или сами абитуриенты, они всю эту информацию совершенно спокойно могут черпать и видеть. Вот. А мы поменяли учебные планы, ну, достаточно сильно по сравнению, так сказать, с вузами Минздрава. Есть много интересных вещей. То есть, вот то, что касается новых направлений в медицине. Так сказать, у нас есть курсы при генеративной медицине, по геномной медицине, по цифровой медицине. Ну, то есть... База, опять-таки? База вы имеете в виду... Лабораторная. Это самое... Лабораторная база? Ну, да, безусловно, пока так получилось, что и лабораторная база, и поновее. Но здесь сразу могу сказать, на нас золотой дождь не сыпался. И когда там, вот, я читаю некоторые средства массовой информации, говорят, там на КФУ сыпется золотой дождь, поэтому они там с жиру бесятся. Слушайте, мы, когда начали ремонтировать три здания госпиталя, мы из нашего вне бюджета, по науке которой, мы 108 миллионов, заплатили на этот ремонт. Ну, то есть, как бы мы... Вынули, вынули. Вынули, то есть, это можно было там впустить на приборы, на зарплату, потому что вот уже два года подряд, только по науке, я не говорю по студенческому, так сказать, по платному обучению. Только на науке институт зарабатывает порядка полумиллиарда. Это другие вузы, то там этот вне бюджета, он не научный, он складывается из всего, из всего, из всего. То есть, не только средства студентов, которые на коммерческом обучении... Я здесь вообще не учитываю средства студентов, потому что средства студентов, это совершенно другая статья, я сказал, только по науке. То есть, на хоздоговорах, на грантах мы заработали вот такую сумму. Это второй год подряд. И если говорить, ну, то есть, да, мы вот в плане образования, медицинского образования, вот в новейшей истории, да, мы вроде как молодые. Хотя, если говорить в общей истории, так сказать, то прародителем-то является Казанский императорский университет, и первые врачи из стен Казанского императорского университета, они вышли в 1815 году. Ну, зигзаги истории такие, сложные, достаточно. Да, вот. А сейчас, вот я уже перечислил те специальности, которые у нас есть, их шесть специальностей в области здравоохранения. Плюс, я могу сказать, вот особенно если кто-то смотрит, кто заканчивает еще уже медицинские вузы, мы до этого имели лицензию на 10 специальностей ординатуры, и вот только что, ну, кстати, успели как раз до новой приемной кампании, еще 22 специальности ординатуры, пролицензированные того, у нас еще и 32 специальности ординатуры. То есть, кроме вот этого специалитета, есть еще 32 специальности ординатуры. Но на них бюджетных мест нет. Это правила игры. То есть, когда ты получаешь лицензию, так же, как вот мы и в самом начале работали, тебе никто не дает, ты должен заявиться на конкурсной основе. И когда ты заявляешься на конкурсной основе, это будет с опозданием как минимум год. Ну, это бюджет формируется, опять-таки, бюджетное планирование. Вы упомянули про родителей, которые следят за ситуацией в вузе и выбирают вуз для своих детей. Вот я хочу, как бы, ваш совет для родителей. Вот когда они видят своего чада подрастающего, еще не старший класс, средний класс, да, есть ли какие-то маркеры, которые покажут, что этот человек, этот ребенок, этот в будущем, из него выйдет врач, из него выйдет биолог, какие-то книги, фильмы. Вот этот вопрос я задавал всем, кто присутствует в нашей студии, интересный ответ всегда получал, часто получал. Вот я хочу сейчас по линии медицины и биологии спросить. Нет, я могу совершенно четко здесь сказать так. Есть очень простой маркер. Если ребенок умеет работать, то он будет учиться. Потому что я сам заканчивал мед. И я понимаю, что здесь не надо семипядей во лбу. Здесь просто-напросто надо работать, работать и работать. В отличие от других факультетов, которые существуют в университетах, медицинское направление, оно особенное. Потому что на первом курсе и на втором, и чуть-чуть потом на третьем, там нет особенно повторения никакого школьного материала. То есть, например, пошла анатомия. Она совершенно другая анатомия. Пошли предметы, которые в школе не изучались. То есть, если вы поступаете... То есть, я знаю просто примеры, когда, например, из 131-й школы ребята поступают на физику или на математику. Для них иногда кажется, что они это в школе уже проходили, то же самое почти, что в университете проходит. Здесь этого нет. И здесь просто надо уметь работать. То есть, если работаешь, не лентяничишь, то все нормально. Второй момент. Если ребенок интересуется, я могу сказать, что мой ребенок, например, интересуется. У нее коллекция докторов, всяких кукол, игрушек, статуэток, еще чего-то. Она читает книги. Сейчас вот нейрохирург этот известный, две книги. Она просто их слушает и читает. Одну книгу читала, вторую слушала. Я рекомендую, так сказать, почитать и родителям даже. Сейчас очень много интересных вещей. Вот, например, я всем рекомендую почитать Эрик Тополя. Это будущее медицины. То есть, то, что нас ждет. Потому что медицина, она будет меняться. И она уже сейчас меняется. Это не та медицина. Это не тот земский врач. Хотя и можно про земских врачей прочитать. Мне очень понравилось несколько, так сказать, вот таких произведений еще и зарубежных авторов. То есть, я не вспоминаю абсалемские белые цветы, сердце на ладони, углово, там, или еще что-то. Вот из интересных вещей, это есть, называется, окончательный диагноз. Это Артура Хелли, того самого, который «Аэропорт» написал. Да, «Отель-Аэропорт». Да, да, «Отель-Аэропорт». Значит, получается, правда, иногда эта книга идет в другом названии еще не как окончательный диагноз, а как клиника. Вот. И еще очень интересная тоже книга, я помню, что вот на нее, как говорят сейчас молодежь, подсадила, а вообще порекомендовала покойно уже сейчас наш преподаватель, невропатолог. Это Эррол Смит Синклера Льюиса. Эррол Смит – это главный герой, который как раз будучи школьником, потом, как он учился в институте, вот я помню до сих пор, там, хотя она переводная, там есть вот такие четверостишки, которые помогают запомнить, например, порядок черепных нервов. Их 12 пар. «Об Ариасину осел топорище точит, а Факир вызвал гостей, выйти акулы хочет». Вот и все. И причем там очень легко. Вот всегда у всех возникает путаница «Оптикус» или «Обонятельный» – первый и второй. А здесь все очень просто. «Об Абонятельный», «Ариасину», «Оптикус», «Осел», следующий идет «Окулематориус». И вот эта вот вся последовательность 12, они все выстраиваются. И сейчас появилось очень много сериалов на медицинскую тематику. Бум, настоящий бум, звезда, конечно, это «Доктор Хаос», это номер один, но помимо него еще дюжину, наверное, можно название. Вы можете их порекомендовать? Или это все-таки какой-то такой фантастический… Для будущих медиков, начинающих, которые видят себя в этой профессии, детей. Да вы знаете, может быть, можно порекомендовать. Но порекомендовать таким образом, что это не значит, что точно так же у вас будет в работе. Потому что немножко, так сказать, реалии от этого отличаются. Но во многих вещах то, что там есть, это образец для подражания, как должно быть, я бы сказал. Вот так. Нет, тот, кто интересуется, тот должен интересоваться. И я уже еще раз повторюсь, потому что это работа следователя. Кстати, если кто-то собирается поступать, например, выбрать медицину, есть Торвальд «Сто лет криминалистики». Шикарная книга. Она просто не такая, так сказать, уже, как это, последняя. Из последних книг, ну, вообще, я, честно скажу, я любитель, я каждый день читаю что-то. У меня огромная подборка научпопа. Причем этот научпоп, он, ну, на такую, на биологическую, на медицинскую тематику, потому что мне интересен нестандартный взгляд авторов, но на известные проблемы. То есть, если люди вот хотят как-то понять, что такое генетика, я могу сказать, что не только Мэтт Ридли «Геном», вот эта книга, нашумевшая, которая, есть еще и отечественной, получается, Тарантул, Вячеслав Залманович Тарантул. Да, 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 у него хорошая подборка. У него шикарная просто книга. Это энциклопедия, написанная четырьмя буквами, и там он вспоминает еще и, опять-таки, нашего отечественного ученого-физика Гамова, который как раз и расшифровал эти триплеты, как это все. В общем, если интересуешься, если тебе нравится, из тебя выйдет ток. Если тебя с селом засунули, из тебя ток не будет. И отвечая на ваш вопрос, я могу сказать, что у меня есть. Я не могу сказать «друзья», оно есть. Из друзей пока не было, так сказать, вот из близких друзей. А есть очень хорошие знакомые, дети которых, так сказать, вынуждены были уйти от нас, потому что, ну, не пошло. И потом они выбрали себе другую специальность, и там они себя хорошо проявляют. А вот у тех, у кого пошло. Вот я понимаю, что сейчас у нас в университете вся эта история с медициной и биологией, это достаточно свежее направление, но все-таки, наверное, какие-то истории успеха есть. У тех, у кого пошло, я вам могу сказать. Завидите их. Это звездочки. Я сейчас, вот они заканчивают. В прошлом году мы выпустили фармацевтов и стоматологов. В этом году у нас будет первый выпуск лечебной, биохимии, биофизики. Опять стоматологи и фармацевты. И я горжусь своими студентами. То есть вот я не знаю, как их удержать здесь. Мы на самом деле сейчас выстраиваем планы, как сделать так, чтобы эти дети остались в университетской клинике, чтобы они остались в Казани и не разъехались кто-то куда-то. Кого-то мы сейчас посылаем. То есть вот, например, у нас сейчас есть проект взаимодействия с университетом Канадзава в Японии. И три наших выпускника поедут туда в клиническую аспирантуру сразу же, так сказать. Но вернувшись сюда, они не смогут работать с врачами. Поэтому мы думаем, как сделать так, чтобы была и аспирантура, и чтобы они могли пройти и ординатуру. Ну, то есть вот каждый из них буквально на учете, потому что они звездочки. Они востребованы. Они просто умные. Из них будут шикарные врачи, к которым я пойду лечиться. Это прекрасно. Но все-таки востребованность на рынке. Слушайте, востребованность на рынке, она определяется сейчас очень просто. Трехуровневое медицинское образование. После медвуза, то есть окончание любой медицинской школы, у тебя есть только два пути. Первое. Ну, во-первых, ты можешь получить диплом не два пути. Есть три пути. Ты можешь получить диплом, если ты ничего не должен государству, оно пока с тебя ничего не требует, ты можешь идти, кем хочешь, хоть водителем автобуса. Это первый путь, самый простой. Даже с дипломом. То есть будешь говорить, доктор, там, Иванов, водитель троллейбуса номер четыре. Второй путь, если ты хочешь работать с врачом, ты должен пройти государственную аккредитацию. Это называется государственная первичная аккредитация. Вот как ЕГЭ в школах ввели, вот сейчас точно так же, но здесь, получается, студенты, оканчивающие любую специальность медицинскую, они сначала сдают госэкзамены, получают диплом. Получил диплом, дальше он идет на аккредитацию. Если он успешно сдает аккредитацию, то здесь перед ним открыты ворота, но не широко, только две калиточки. Первая калиточка, это ты идешь работать в поликлинику. Вторая калиточка, это ты идешь в ординатуру. Третьего не дано? Пока нет. Соответственно, кто-то убегает вместо поликлиники в ординатуру, поэтому у нас в поликлинике не хватает мест. После ординатуры он получает какую-то узкую специальность. Сейчас, кстати, уже началась специализированная аккредитация. То есть те, кто заканчивает ординатуру, они точно так же проходят аккредитацию. То есть пути есть? Нет, пути есть, и пути для развития есть. То есть можно, в принципе, еще одна узенькая калиточка есть, кроме ординатуры и поликлиники, это сразу в аспирантуру. Но это уже аспирантура, ну такая, например, как бы связанная с фундаментальными какими-то исследованиями, не клиническими. То есть в клиническую аспирантуру сразу не поступить. Надо иметь определенный уровень. Да, там специальность уже надо иметь. Уровень. Вот сами вы как, Андрей Павлович, пришли-то в профессию? Расскажите нам. Просто. По дурости. Нет, ну реально я никогда не думал, что я буду врачом, потому что когда я даже, я из Бугульмы сам, маленький, хороший, красивый город, я просто как бы сейчас переживаю, плачу, потому что город, ну честно говоря, потихонечку умирает. Там производство падает, еще что-то мне очень жалко, я не знаю, как помочь. Вроде фарфоровый завод. Закрыли уж фарфоровый завод. Там сейчас, ну слава богу, там подсолнечное масло давит, так сказать, уже хорошо. Вот, но там закрыто очень много. Вот. Значит, и, но Бугульма, и вот даже сейчас вы посмотрите, она все время в рейтинге среднего образования находится на первых позициях практически. То есть, образование среднее в Бугульме дают шикарное. И в девятом классе я победил на Олимпиаде по биологии, поехал сюда на Республиканскую Олимпиаду, вот я помню, что все ребята там, кто после восьмого, кто после десятого, они все говорили, о, мы пойдем врачами, врачами, врачами. Я не хотел быть врачом, я хотел быть биологом. Вот, но поскольку я хотел быть биологом, я так и думал, что я буду биологом. То есть, биология, это было моим увлечением, я читал книги, я помню, сейчас вот там книжка была такая, гомункулюс, вот, потом про разнообразие какое-то, ну, то есть, это был такой, это хобби был такой. Потом я карасей там скрещивал с карпами в саду, ну, там вылавливал это. Я это, научился в физическом классе, и когда закончил школу, то есть, у меня аттестат, да, был, средний балл 5, тогда учитывался аттестат. Ну, у меня тетушка покойная, она, кстати, учила министра просвещения Ольгу Юрьеву Васильеву, поскольку она там жива. Ну, какие у вас связи? Вот, и тетушка меня поштудировала, я в МГУ хотел поступать на биофак, она говорит, Андрей, ты математику не сдашь нормально, ну, максимум, что ты получишь по математике трайбан. Вот, а если математику поменять на физику, то получался набор экзаменов, как раз тех, которых для мединститута. Вот, ну, я, ну, да, мы, ладно, потому что с физикой вообще никаких проблем, с биологией никаких проблем, с химией чуть-чуть проблемы были. Вот, я сразу скажу, я сдал, нормально, у меня была только четверка по-русскому и по химии. Да, меня успешно не приняли в казанский мед, тут я закусил у дела, отработал на арматурном заводе арматурщиком, вот, хорошо отработал, магнитофон себе купил, вот, а потом на второй год поступил. Ну, то есть, это уже было просто дело принципов на второй год. Поступил и вот так вот оказался, очутился в медицине. А с второго курса уже застрял на кафедре гистологии, то есть, был, он просто от бога был преподаватель, учитель, который вокруг себя молодежь вот так вот концентрировал. Он умер очень рано, Николай Павлович Резвяков, он вообще в 45 лет умер. Сейчас его сын, кстати, работает замдиректора по устатательной работе у нас в институте. Он закончил тоже мед, акушер-гинеколог, и преподает анатомию, и работает заместителем директора. И вот он пригласил меня, увлек, что называется, показал, что такое гистология, как резать, как экспериментировать, и так я застрял. Влюбились в профессии? Я могу сказать, что я, на самом деле, счастливый человек, все, что я делаю, но, может быть, до последнего времени, потому что в последнее время я стал бюрократом. То есть, вот если честно, я сейчас больше занимаюсь бюрократической работой, и поэтому, наверное, тот научпоп, я сейчас, Эльдар Азадович не знает, который нас пригласил в эту студию, я пытаюсь создать цикл лекций для студентов, но которые могли бы быть, короткие такие видеолекции, которые могли бы быть интересны, ну, просто людям. То есть, там... Как Александр Марков делает сейчас, да, вот эти вот... А я вот не видел, надо посмотреть. То есть, это такой... Это генез какая-то, вот такая есть, достаточно большая подборка и видео, и учебных материалов. Ну, то есть, научпоп такой. Да, да, да. Но чтобы в этом научпопе обязательно было то, что нужно студенту вынести с этого предмета. Да. Марков, да, вы сказали? Да, Марков. Сегодня поищу, посмотрю. Ну, у него это достаточно много книг, именно связанных с эволюцией. Он, так же, как Докинс пишет, такие многотомные научпоп-труды, и у него такая вот действительно подборка научпопа, и он такой активный популяризатор. Жалко, в Казани редко бывает, вот, ну... Ну, у нас, кстати, недавно же был Водовозов, тоже неплохой. Потом приезжала Ася Казанцева. Вот если говорить... Гельфанд был. Гельфанд, да, но Гельфанд все-таки в научпопе не это самое, не так известен, он блог свой ведет. А вот Ася Казанцева, две ее книги, потом Водовозовская книжка, они неплохие книги, кстати, вот я имею в виду не из переводных зарубежных. Ну, там среди авторов научпопа у них есть, конечно, какие-то ревностные такие вещи между собой. Потому что когда Водовозов говорил, этого читай, этого не читай, а этого чуть-чуть критикует. Но мне, например, Мясников тоже нравится, он в этом плане достаточно грамотно для людей пишет на тему медицины. То есть, действительно, нужны... Вот, посмотрим, что же Оксфорд или Стэнфорд, у них есть такие классные проекты для чайников, можно сказать, для тех, кто кто-то хочет понять. Слушайте, так и должно быть. Потому что у Гончарова есть, у него есть такая фраза, вы, говорит, замечали, что учащиеся говорят намного сложнее, чем выучившиеся. Если ты знаешь, о чем говорит, ты на двух пальцах объяснишь, как это должно быть. Если ты не знаешь, ты, безусловно, будешь цитировать или зачитывать вот этот сложный текст научный. И сам-то не понимаешь, и тебя не поймут. Это как в анекдоте. Ну, учащиеся тупые-тупые. Один раз сказал, не понимает. Два раза сказал, не понимает. Третий раз сам даже понял. Ну, вот, да-да-да-да-да, примерно так. Андрей Павлович, вы являетесь лоббистом, инициатором, идеологом создания университетской клиники. Клиники, которая три года назад объединила в себя ряд больниц и поликлиник Казани. Там, только если не ошибаюсь, более 800 койко-мест. Что делает университетскую клинику? Вводит ее в ряд ведущих региональных центров медицинских. Когда начиналась эта эпопея, она проходила под флагом, заявляла, что создание подобного рода клиники позволит ускорить передание достижения науки в практическую медицину. То есть, это так называемая трансляционная медицина обеспечит. И второй флаг, под которым шел процесс, это индивидуальная медицина. То есть, я эти слова не выговорю, особенно прецизиозно, это просто какое-то ужасное слово для меня. Я думаю, зачем это слово precision? Точно. Я понимаю, но это не для моего языка, к сожалению. А смысл в том, что для наших зрителей подобная индивидуальная медицина обеспечивается при подборе индивидуальных лечебных средств, с учетом особенностей организма, генетических, биологических. С тех пор прошло три года. Как процесс идет? Вопрос был достаточно длинный. Всегда же в вопросе, вернее, в любом предложении, во фразе улавливается, так сказать, первое и последнее. Первое, когда вы говорили насчет лоббиста, ну, так сказать, вы переоцениваете мои возможности, тут никакого лоббизма не было. А на самом деле, когда мы начали вот этот проект, я его на самом деле называю проект, это развитие биомедицины в Казанском федеральном университете, то возникла ситуация, что нужна клиника. И в первую очередь клиника даже нужна была для обучения студентов. Ни для кого не секрет, у нас ведь уже есть два учебных заведения. У нас есть бывший ГИДУФ, то, что сейчас филиал Ромапо со своими кафедрами, у нас есть медицинский университет со своими кафедрами. И, ну, просто, как это было, толкаться локтями тяжело. То есть, где-то наши студенты, которые должны были дойти до клинических дисциплин, они должны были у постели больного учиться. Это обязательный процесс, потому что, вот, например, то, что мы находимся сейчас с вами в этом зале, где телестудия находится, вот это здание, как вы думаете, что это такое? Бывшая больница. Да, это бывшая университетская клиника, то есть, которая была построена специально для медицинского факультета университета. А отсюда начиналась республиканская клиническая больница, которая потом переехала. Когда вот этой клиники не хватало для медицинского факультета, были построены новые здания, клиники медицинского университета. То, что всем тоже сейчас хорошо. Не медицинский университет, а тогда медицинского факультета, потому что начало века 20-го было. Это клиника Груздева, которая сейчас хорошо известна, клиника Вишневского, Кожевен, клиника детская, та, которая Менческого, не Лепского, которая на Волково, а Менческого. И, кстати, тогда же психиатрическая больница по проекту, когда Бехтерева сюда приглашали работать, она тоже была построена. Соответственно, медицинское образование, как таковое, оно невозможно без клиники. И вы совершенно правильно потом вопрос задаете о том, что же является флагом, который необходимо развивать. Я говорю, да, и до сих пор я буду утверждать, что этот флаг называется трансляционная медицина. В настоящий момент это персонифицированная, а может быть, уже и прецизионная медицина. Потому что, например, персонализированная медицина или персонифицированная медицина, это есть один из приоритетов стратегии национально-технологического развития Российской Федерации, который был принят до 2035 года. Об этом мы начали говорить раньше даже, потому что, как бы, мы увидели тренд, и мы говорили, что мы должны уже, по крайней мере, в научных исследованиях, в образовательном процессе, и мы это внедряем в образовательный процесс, уже готовить специалистов для этого. Что еще было в вашем вопросе, напомните? Я хочу немножко тогда расширить. Давайте. Клиники, которые вошли в состав университетской, бывшие городские, республиканские, РКБ-2 в частности, состав людей, которые там работают, кадры сохранились. Эти все люди работали в старой системе, в Симашковской системе, да, еще вот, система здравоохранения. Такие вещи, как трансляционная медицина и другие флаги, с которыми вы идете, для них новость. Как возможно ли совместить и удается ли совместить вот эти начинания с системой, существующей системой здравоохранения, с жесткими ее правовыми, бюрократическими, этическими нормами? Вы знаете, да, здесь вот вопрос, он важный и интересный. Он важный, с какой позиции? Первое, вы говорите про людей, человеческий капитал. Второе, вы говорите про нормирование, то есть законодательство. А на самом деле я могу сказать, и вы правы, что, во-первых, это было три совершенно разных юридических лица. Да, это РКБ-2 было, это была БСМП-2, народу она известна больше, как шестая городская больница, и это была городская поликлиника номер 2. У всех у них двойка была. Может быть, поэтому президент, как бы прислушавшись к нам, вот всех, у кого в конце двойка, он решил объединить в один единый такой вот блок то, что стало университетской клиникой. А, значит, что касается паралюдей, которые работали в Семашковской, в этой идеологии и готовились. Вы знаете, там очень талантливые врачи. То есть, несмотря вот на то, что, например, в больницу скорой медицинской помощи без трепета и страха невозможно было войти, вот, я уже не говорю, РКБ-2, она получше, так сказать, это всегда была обкомовская, но она не была модернизирована, как, например, 7-я городская больница, как РКБ, как ДРКБ, но врачи-кадры там удивительные. То есть, вы понимаете, Семашковская, она была неплохая. Вот, например, на Кубе, вот эта система здравоохранения, которая была Советского Союза, она до сих пор существует, и она работает. Вот проблема заключается в другом. На самом деле, врачам досталась нелегкая ноша, потому что, первое, произошло объединение трех. Второе, это всевозможные реконструкции и ремонты. И если вы сейчас зайдете, например, в ту же самую больницу скорой медицинской помощи номер 2, которой бывшая шестерка, вы ее не узнаете. В шестерке потолки же осыпались. Там не только потолки, там ходить не надо. Вот, сейчас внутри это новая операционная, это новая реанимация, это компьютерный томограф. И мы, я уверен, закончим еще и палаты. Вот не те, как это было огромное, так сказать, на 12-16 человек палаты. То есть, вот сейчас мы заканчиваем ремонт палат. А поликлиника, то же самое, она была разрозненная. То есть, в этой поликлинике вот только что недавно, последний год шел ремонт, потому что до этого там еще существовал и антиспиццентр, 4-й, 5-й этаж. То есть, вот только ремонт закончился. Но, опять-таки, в этой поликлинике сейчас еще расположили систему вот этой рентгенодиагностики ранней, так сказать, онкологических заболеваний. То, что объединено в луч. В РКБ-2, кажется, вроде бы не затронуты РКБ-2 изменениями, но в РКБ-2 создано кардиохирургическое отделение. И там делают точно такие же операции, как вот в МКДЦ в Казани делали. Это была единственная точка, сейчас вторая точка, это РКБ-2. Соответственно, вот за этот короткий промежуток времени, 3 года, ремонты, реконструкции, слияние, но врачи, и надо им поклониться низко, это очень высокие профессионалы, которые все это выдержали и прекрасно выполняют. Что их ограничивает? Почему, как вы спросили про трансляционную медицину? Знаете, есть обязательно медицинское страхование, есть клинические рекомендации. И вот если ты будешь делать что-то вне соответствия клинических рекомендаций, то тебя за это накажут, даже если это будет успешно. То есть нельзя уйти от этого. Если сказано, что входить надо в автобус только в переднюю дверь, например, или в заднюю дверь, а выходить в переднюю, то ты должен входить только в заднюю, а выходить в переднюю. Если ты скажешь, что быстрее, если мы будем во все три двери заходить, и во все три двери выходить, то это в клинических рекомендациях написано? Не написано. Ты нарушаешь закон. То есть даже какие-то здравые и современные вещи, которые где-то уже практикуются, но поскольку они не нанесены в уставы, в бумаги, в бюрократическую какую-то номенклатуру. Вы знаете, я не назвал бы это бюрократическое. Это защита и пациента, и врача. С одной стороны, потому что клинические рекомендации разрабатываются профессиональными сообществами, и они в них вкладывают, то есть на первых этапах, на самом деле, по одному и тому же заболеванию, например, могло быть две или три клинические рекомендации. Одни пишут, так лечить, вторые так лечить, и все это вот на сайте выставлено. Сейчас они все унифицированы. Здесь вложен опыт наиболее правильного введения пациента при той или другой патологии. Поэтому они называются клинической рекомендацией. Можно сказать, написано кровью. Да, но вот вы правы, написано кровью. И здесь, на самом деле, не надо экспериментировать, потому что мы проходили эти эксперименты. Суринотерапия, вы помните, вот вся страна сидела пупками к телевизору, когда там святую воду, там кто-то заряжали, и пупок рассосется, может быть, и не нужен будет, так сказать. Вот, нет-нет, здесь я как раз скажу, и я знаю, что были и судебные процессы всевозможные. Ну, а сейчас что творится? Слава богу, с пластической хирургией начали наводить порядок. Вы посмотрите, что на экранах. Ну, эти муклы, вот такие губы, вот не поймешь, куда там лицо перекосило, все они идут, они... А почему? Потому что это не регулируется, потому что там нет клинических рекомендаций. Нет клинических рекомендаций по накачке губ. До какого размера накачать губы? То есть, чтобы он, чтобы верхняя губа вылезала за нос, или свисала она ниже подбородка, так сказать. Ну, нет же. А элементы персонифицированной медицины внедряются? Есть, безусловно. То есть, это реально клиенты, а это обычные жители нашей города, Казани, да, которые приходят в эту калицию, они приписаны к ней, они могут получить эти услуги? Нет, то, что касается... Вот смотрите, есть то, что называется государственные гарантии бесплатной медицинской помощи. Вот по государственным гарантиям бесплатной медицинской помощи, то, что финансируется из фонда обязательного медицинского страхования, там вас будут лечить строго по клиническим рекомендациям. В том случае, если есть какие-то вещи, которые связаны, ну, то, что вы говорите, персонифицированы, как раз вот эти наработки, которые уже сейчас проводятся и нарабатываются, они есть. Но это уже индивидуальные заказы. Эти индивидуальные заказы, то есть, я могу сказать так. Вот, например, одно из, я считаю, прорывных открытий, которое было сделано нашими сотрудниками. Вместе с онкологами, то есть, с республиканским онкологическим диспансером. Рак молочной железы, все помнят эту историю. Может быть, кто-то даже слышал, я ее рассказываю постоянно. С Анжелиной Джоли, там есть два гена. Берсия-1 и Берсия-2. Причем, это гены, это нормальные, они должны работать. Этот ген совершенно четко, он следит, что при делении клетки, если произошла какая-то поломка, он просто-напросто эту клетку уводит в смерть, в апоптоз. Но если произошла мутация в этом гене, то он не видит эту поломку, и клетка сломанная, начинает делиться, 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 и возникает таким образом опухоль. Те диагностикумы, которые сейчас на настоящий момент существуют, они очень простые. Например, я вам говорю, вот это слово, например, в Берсии пишется слово КОТ. К-О-Т. Мутация, которая наиболее часто в Европе, везде встречается, это, например, пишется как КИТ. О на И. И диагностикум построен на том, чтобы искать, есть ли буква И. Раз есть буква И, произошла мутация. Смотрят наши исследователи, врачи-онкологи, смотрят у женщин с раком молочной железы, у которых 3-4 степень. Да и нет никакого КИТа. То есть, это гологруппа другая получается? Понимаете, другое получилось. Дело в том, что мутация есть, слово другое. Был код с Т на конце, а стал КОДДА. Слово кодировка. КОДДА. А раз уже другая буква, то, соответственно, другое слово и другое понимание, другое... То есть, стандартные инструменты поиска их не находят? Нет. И поэтому то, что сейчас внедряется, это как раз вот это новое. Причем, но это только для наследственных форм рака, и это не все раки, которые встречаются. Второй момент, который есть, то, что тоже... Но, понимаете, оно все пока не дешево, потому что пока в отработке. То есть, очень простой вариант. Можно сделать поиск циркулирующих опухолевых клеток. Для этого есть тоже несколько вариантов анализа. То есть, один из вариантов, это когда прогоняется через проточный цитометр. Но там нужно обязательно четкие маркеры. Можно проследить, пропустить. Второй вариант, это когда высевается после центрифугирования, берется кровь, высеваются клетки, которые с ядром, эритроциты убираются. Клетки крови погибают, а опухолевые клетки остаются в культуре. Потом надо взять эти клетки, определить их фенотип, ну, то есть, как они выглядят, откуда они, эти клетки пришли, еще что-то. А может быть, даже еще и прогнать через секвенатор. То есть, определить, ну, что называется, где же произошла поломка. Причем вот последний этап, он вообще 70 тысяч рублей стоит, только одного анализа. Понимаете, какая штука? Ну, я слышал, что желающих отбоя нет, и заказов много. Я не могу сказать. Вы понимаете, это не поставлено на коммерческие рельсы, потому что мы сейчас, нет, мы сейчас набираем, вот везде нужна доказательная база данных. Потому что если в одном случае сработало, а во втором нет, это еще ни о чем не значит, когда 50-50. То есть, когда мы говорим, что вот да, 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 и вот это работает, тогда это можно уже внедрять и в поток. Ну, другая вещь, которую вот вы говорите про персонализированные там или про трансляции, вместе с Русфондом, это благотворительный фонд Русфонд, мы создали некоммерческое партнерство, и, например, сейчас создается регистр доноров костного мозга. Помните, вот эти вот передачи на телевидении, постоянно реклама идет, помогите, нужно там для ребенку, у него там рак крови, но рак крови не бывает. Это, как правило, либо лимфома, либо лейкоза, вот, ну, там просто пишут, чтобы люди это. И, как правило, нужна трансплантация костного мозга, надо найти донора. Самая большая, так сказать, вот затратная часть – это поиски донора, потому что на это не выделяются никакие деньги, на это собираются деньги вот с благотворителей, с нас с вами, когда мы там голосуем. А найти донора за рубежом, вот точно так же, как я вам рассказал про гены BRCA, Другие гены. Конечно. Намного сложнее, чем найти его здесь. И вот сейчас мы создали вот этот вот регистр, у нас проводится секвенирование, у нас есть уже достаточно большое количество добровольцев, доноров, которые согласились и постоянно идут эти акции. Вот эти акции в рамках Казани, с мэрией Казани, с Минздравом Казани. С Росфондом. Да, с Росфондом, Росфонд – это основной закоперчик, а с соучредителем сейчас уже выступил и станция переливания крови республиканская. И самое удивительное, что даже только при начале работы мы в трех случаях нашли совместимого донора, там, где требовалось. Дальше процесс пойдет как? Дальше с ним уже будут разговаривать, куда ехать, как, где будет трансплантация, он может согласиться, может не согласиться, но сам факт, что уже были найдены, понимаете, это уже, а это и есть персонализированная медицина. А вот вы в случае с раком молочной железы упомянули какое-то, я вот так уловил, отличие, допустим, европейских женщин от наших. Да. И в случае персонализированной медицины, в том числе, наверное, и с костным мозгом, наверняка. То же самое, да, то же самое. Но вы понимаете, мы все отличные. Вот, когда говорят, то есть, знаете, чем американец от русского отличается, нет? Когда, там, это я не расист, там, или еще что-то, вот, ответ на этот вопрос. Суть заключается в том, что мы на самом деле, Адам и Ева, они жили в Южной Африке. Потом они двигались разными путями, так сказать, есть несколько ветвей, как они заходили, но все равно вы знаете, что у нас есть, в принципе, есть азиаты, есть кавказцы, так называемые европеоиды, есть негроиды, вот. И простейший пример, который можно привести, например, чувствительность к алкоголю. То есть, вот, у азиатов, у них пониженная активность фермента, который расщепляет алкоголь. С одной стороны, это благо, в том плане, что у них не бывает, так сказать, там, отравлений метиловым спиртом, ну, так сказать, по-другому проходит все. Вот, потому что это фермент слабо работает. С другой стороны, это зло, потому что, помните, народы севера, да, и была, да, в Советском Союзе целая программа, как вот детей, там, интернаты создавали, еще что-то. Потому что, поскольку нет алкоголь-дегидрогеназа, она слабо работает, там, 100 грамм выпил, и неделю ходишь пьяным, так сказать, и никакого похмелья у тебя нет. Вот, это простой просто пример, но вот эти генетические отличия, которые существуют между разными этническими группами, они существуют. Никто не сможет мне объяснить, почему, например, в Чувашии, хотя мы говорим, что Чувашии, это вышли из Булгар, так сказать, как бы, и татары, и Чувашии, это рядом, но именно в Чувашии, например, есть остеопетрос, то есть, вот остеопетрос, это наследственное заболевание, которое чаще всего встречается там. Ну, это финско-угарские корни. Подождите, а о Чувашии, раз и феногры? Это тюрки же, это тюрки. Тюрки? Да, это удмурты, морейцы и мар-2, они относятся к фенограм, так сказать, вот. То есть, поэтому, причем, а хорошо, берем, не знаю, а все равно, значит, какие-то отличия есть, понимаете, вот. Причем ведь мы, это, не у всех тюрков, так сказать, как бы, тюркской группы, так сказать, ну, тюркская, это она по языку. Ну, языковая, вообще. Языковая, да. Но вот именно там чаще он встречается. А в то же самое время, например, вот мы берем с вами синдром приобретенного иммунодефицита, то, что называется ВИЧ, СПИД, там еще что-то. Так вот, как залезает вирус вот этого синдрома, приобретенный иммунодефицит в клетку? Он связывается со специальным белком, он CCR5-дельта, и вот если он только находит эти ворота, две, он залезает и поражает клетку. Причем, определенно, Т-хелпер, так сказать, он поражает. Но если только дверь сломана, то, что мы называем мутацией, вот произошла мутация в гене этого CCR5-дельта, вот он подходит, он видит, ух ты, дверь-то, я через эту дверь, он пройти не может. И мутаций в этом гене у фин-угров намного больше, чем у всех других народов. По некоторым данным, там вообще, так сказать, гетерозиготность, ну, когда в одном из генов, там же парные они все, как парные хромосомы, так и гены, то есть, я читал, от 5 до 10% мутации. То есть, морейцы, это 10% морейцев не заболеют спидом никогда? Нет. А 5-10% это гетерозиготы могут быть, да, то есть, там получается такая штука. То есть, более устойчивы. Но, чтобы не заболеть, для этого нужна гомозиготность, когда оба гена мутировавшие, то есть, которые тебе достались, там, и от мамы, и от папы. И, кстати, ведь вот эти случаи, первый случай был лет 6 или 7 назад, когда больному синдромом, вот, синдром приобретенного иммунодефицита, у него развился лейкоз, и ему перелили, то есть, нашли донора, а донор был как раз вот с этой мутацией. И получилось, когда ему сделали трансплантацию стволовых клеток костного мозга, и у него начали вырабатываться клетки крови и лимфоциты, в том числе, донорские, то у него и лейкоз закончился, и синдром приобретенного иммунодефицита. То есть, правильно понимаешь, что это может быть колоссальный бизнес, где-нибудь, если так же, как Русьфонд делает в Казани вот этот проект? То есть, я вообще такой проект предлагал, что, в принципе, отбирать, да, соседние регионы, которые конкретно имеют эту мутацию, сейчас, потому что все бьются. То есть, вот когда разговор был о близнецах, которые в Китае, вот помните это самое, генетически редактированное, в чем там заключалось редактирование генома? Оно заключалось именно в том, что он сделал мутацию вот в этом гене, то есть, эти близнецы, по сути дела, становились устойчивы к спиду. А вот в Америке, как вы считаете? Это очень похоже на... Это вот мы про наши планы говорим, про наши мечты. А в Америке это работает? Что? Поиск таких людей. Поиск таких людей, подбор банк. Нет, ну, во-первых, банки, стволовых клеток, банки крови, так сказать, они вообще... Это понятно. Это Европа и Америка. Насчет подбора, ну, там сейчас все ринулись в редактировании генома. А, другим путем. Да, нет, вот можно естественным путем. Вот точно так же, например, смотрите, никто не хочет сейчас заниматься селекцией. Вот ту пшеницу, которую мы едим, это пшеница, которая произошла от той самой полбы, которую мы сейчас почему-то начинаем опять выращивать. И говорим, о, не, я хочу кашу с полбой, но никак ничего другое. Вот, а редактирование генома, это когда очень быстро из полбы ты хочешь получить там супер пшеницу, понимаете? Вот, есть и другой подход. Медленно, но верно. Так сказать, пусть в обход, но зато ты получишь результат, и этот результат, он будет, ну, как это сказать... Естественно, отвергнет его. Да, да. А сейчас же вот разговор идет о природоподобных технологиях. Вот Ковальчук в Курчатовском центре, он постоянно говорит о природоподобных технологиях. И вот это природоподобные технологии, когда ты ищешь в природе что-то, вот, а потом внедряешь. То есть, не с дубиной ты лезешь, так сказать, а вот... Нью-Лосенковщина, да, такая получается? Ну, нет. Нет, слушайте, насчет Нью-Лосенковщины, вот тут надо тоже поспорить, потому что, безусловно, основной ответ, который сразу Лосенко говорил, когда он говорил насчет того, что на осине можно вырастить апельсины, ему задавали вопрос, вот если крысе беременной, так сказать, в 20-ти поколениях отрезать хвост, то, согласно вашей, так сказать, теории, уже в 20-м поколении должны рожаться крысяты без хвоста. Понимаете, вроде бы аргумент, да, ты, так сказать, не образованный и вообще плохо соображающий что-то науке. и я так думал но сейчас да сейчас знаете вот если прочитать книги которые я вам говорил например тарантула или в это ридли геном там еще что-то когда было заявлено о том что расшифрован геном человека все подумали что мы решили все проблемы бог появился да нет на самом деле так сказать водами да ну или по крайней мере мы узнали код бога вот но сейчас есть очень мощное направление которое называется эпигенетика то есть дело в том что когда мы с вами живем в наш геном вмешивается очень много дополнительных факторов и даже наличие какого-то гена который вот почему сейчас на то же с осторожностью относиться когда там он говорит я там вам предскажу давайте с вот за ваши как они в буратино ты в лисе то было за ваш туго реки или кого-то сальданы вот я вам сейчас прям вот все распишу здесь еще есть такой момент дело в том что даже если ген чуть-чуть от больной там или чувств но он может не работать он может быть заблокирован то есть вот эпигенетика это над генетикой почему она называется и пи тоже как epitelio нас над генетикой это те факторы которые еще регулируют будет этот ген работать не будет этот ген работать понимаете вот поэтому здесь отбор да и очень много вещей которые на самом деле наследуются и пик они наследуются эпигенетические некоторые факторы наследуются то есть потому что это четко показано уже не отрезанный хвост но часть других вещей, которые, так сказать, были у родителей, они передаются в поколение. И это, так сказать, эпигенетический фактор. То есть, если не 20, а 30 раз, то следующий хвост будет поменьше. Нет, я не могу сказать про поменьше хвост или еще что-то. Но на самом деле, кстати, здесь есть, по-моему, Керри, автор эпигенетика и еще пару сейчас очень интересных книг. Они тоже, так сказать, вроде как из серии Научпопа. Почему я... Ну, поскольку у нас телезрители, это же не научная аудитория смотрит, вот, она интересно будет почитать, что там на самом деле это есть. А вот мы такое вот слышим, взяли, отредактировали, сделали, кином человека разгадан. Бог есть после этого? На ваш взгляд? Не верите? Верующий человек? Все равно есть какая-то высшая сила. Выше нас. Да. Вы понимаете, потому что я не могу себе, честно говоря, хотя в школе я говорил, что я учил биологию, любил биологию. Вы знаете, вот эта теория взрыва, когда там в каком-то первозданном бульоне сначала там все собралось, потом еще что-то. Вот. Я не могу ответить на этот вопрос. То есть, я не могу сказать, что я хожу в церковь, я верующий, еще что-то. Вот у меня мама была покойная верующая, она ходила в церковь, да. Вот. Я, то есть, не соблюдаю пост. Но вот в сознании в своем, если у меня нет разумного объяснения, то я склоняюсь к тому, что есть какой-то высший разум, там, вот его могут назвать богом, там, еще как-то. Удача, например. Да. Но что-то есть, понимаете? Вот что-то есть. Вы столкнулись с этим проявлением высшего разума? В работе, может быть, в пациентах каких-то? Ну, особенно, когда не можешь какие-то вещи объяснить, а их на самом деле необъяснимы. Необъяснимых вещей очень много. Сама жизнь это необъяснимая вещь. Хотя и вроде объяснили, как все появилось бедно. Нет, вы понимаете, как, вот там объяснить можно, как, какие-то вещи, да. Механистично. Механистично, да, потому что, например, как сперматозоид находит яйцеклетку. Все думали, как он ее находит? Да по запаху он ее находит, она ее унюхивает. Но только у него нос, в отличие от нас с вами, у нас вот здесь вот мы нюхаем, а у него хвостеет нос сидит. Но тогда спрашивается, а кто ему этот нос туда посадил? Почему ему нос туда посадили? дарвинист, скажете, естественно, отбор. А значит, были сперматозоиды, у которых не было носа? И они вместо яйцеклетки убегали в обратную сторону, что ли? Может быть, у них нос спереди был. Нет, я вообще про нос говорю, они там, где он сидит, в хвосте или впереди. То есть, вот как вы говорите, значит, были которые без носа и были которые с носом. Те, которые без носа, должны были выморить, да? А откуда, так сказать, появились те, которые с носом и без носа? Процесс эволюции из... Из первичного бульона? Ну, бактерии, как там шли, амебы. Слушайте, насчет бактерий. Вот это тоже очень интересная тема. Дело в том, что бактерии, которые живут у нас с вами и живут на нас с вами, внутри нас и на нас, это мы с вами. И вот у нас у каждого разные бактерии и на коже, и в кишках. 4 килограмма бактерий, которые в наших кишках, они управляют и сознанием нашим, и всем, потому что они не просто там живут, их соотношение, это, по сути дела, здоровье или болезнь. Второе, они вырабатывают биологически активные вещества, которые четко действуют не только в кишках, но они в кровь сасываются. И от этого то ли ты будешь дурачок, то ли ты не дурачок. Ну, вы понимаете, то есть, очень много вещей. Мы живем в едином мире. А когда разговор был, а потом вообще, что такое форма жизни? Вот считали, так сказать, вирусы, это элементарная форма жизни, да? Вот там, белковая оболочка, и внутри сидит либо РНК, либо ДНК. А тогда мне скажете, априоны, вот это бешенство коров, которое было, а это вообще просто белок. Никаких РНК. И этот белок сам по себе начинает еще размножаться. Причем без РНК. То есть, одна из теорий была, что он, так сказать, потом заставляет там, чтобы сделалось там РНК, ДНК, то есть, или РНК, потом... Нет, он сам по себе. То есть, нет, ни РНК, ни... Ничего нет? Не ДНК. Ну, прионы, вот это самая большая загадка тоже. Да, действительно. Вы знаете, есть еще один вопрос, который... Нет, неудивительно. Я... понимаете, чем меньше мы знаем, тем нам кажется, что мы знаем все. А вот когда начинаешь копаться дальше, то понимаешь, что совсем полный дурак. Вот я как полный дурак, я очень много не знаю, понимаете? психология есть понятие. Открывается бездна, звезд полна, Много звезд, нет бездна. В психологии есть такой эффект Данцинга-Крюгера, который говорит о том, что тем меньше человек знает, тем больше он болтает на эти системы. И тем более уверен в своих знаниях. Да, тем более уверен, да. И вот это очень хорошо проявляется в интернет-троллях, в интернет-общениях, где там кухонная аналитика, вот опять-таки, диванные войска. Вот. И вот тоже есть такие вещи. У меня знаете, какой вопрос есть? Слышал, как раем муху, что в Казанском университете создается новая клиника. Экспериментальная. Слухи такие есть. Да, да. Это что будет за клиника? Зачем? Когда есть уже готовые больничные фонды и клиники, существующие, это попытка, ну, скажем так, я не скажу, что это провал эксперимента, да, вот с вот обновлением персонифицированной медицины, трансляционной медицины, там, во-первых, нет никакого провала, я сразу вас перебью, потому что, то есть, смотрите, нет, дело в том, что мы сразу с вами в самом начале говорили, что университетская клиника это то, что называют течень хоспитал, то есть клиника для обучения, где студенты обучаются. И мы сразу сказали, что есть совершенно четко законом определенные рамки, что можно делать в клинике, которая выполняет госзадание, чего нельзя. Соответственно, возникает вопрос, а где можно, так сказать, отрабатывать вот эти новые технологии, потому что вот даже те технологии, которые я вам говорил, вы знаете, вот сейчас врач во всем виноват. Вот я не могу сказать, чтобы кто-то из врачей мог предложить своему пациенту, а давай пройди-ка вот это. Вы посмотрите, сейчас врачей суть, то там, то тут. Оплатные услуги там, это самое. А почему не бесплатно? Объяснить, почему этот анализ не входит в обязательное медицинское страхование, я не могу, потому что, ну, то есть, либо надо показать пациенту, что это так, что это так, и зачем подвергать врача риску, проще для этого создать новую трансляционную площадку. Заточенными кадрами. Конечно. То есть, только по этой причине. То есть, для того, чтобы увести до Моклов меч от Тичинь-хоспитал, который сейчас существует. И слава богу, хорошо существует, и я уже говорил, и прекрасные там врачи, специалисты, медсестры. То есть, у нас шикарная клиника. И она будет еще лучше, потому что университет заинтересован в ее развитии, как бы и новых технологий, я имею в виду уже, которые узаконены, чтобы они развивались, и новое оборудование, и переподготовки кадров, это все будет. Но нужна все равно экспериментальная площадка. Нельзя эту экспериментальную площадку переводить вот в Тичинь-хоспитал. Потому что, например, даже возьмите Республиканскую клиническую больницу. Вот когда нам говорят, что там транслируют или еще что-то. Да, в самой клинике нельзя, но в Республиканской, например, клинической больнице, когда Институт травматологии, ортопедии закрыли, у них сохранилось научное финансирование, и там есть научные темы. Например, вот в рамках этой научной темы мы уже делали такие вещи, когда полученные стволовые клетки, специально подготовленные, вводились пациенту, но, так сказать, при всех этих вещах, но это научная тема, это вводилось как НИР, и эти вещи мы потом опубликовали как НИР, для восстановления хряща после травмы. А вот когда есть, человек пришел за бесплатной медицинской помощью, и он пришел правильно, он пришел по месту, он сюда приписан, то здесь нельзя, здесь четко надо действовать по закону. Скажите об этой клинике, новой экспериментальной, что там будет? Нет, ну, во-первых, эта клиника уже сейчас, она изначально, когда создавалась, там у нас есть и биобанк, где мы можем, ну, во-первых, хранить биоматериал любой, начиная от стволовых клеток и из крови, яйцеклетки, сперматозоиды, мы можем и кожу, еще у нас там есть чистые помещения, где мы можем работать с клетками. У нас там сейчас как раз располагается совместная лаборатория с Рикен и та лаборатория по генотипированию доноров костного мозга, то есть там же располагается клиника, так сказать, клиника-диагностическая лаборатория, которая обслуживается хорошей приборной базой нашей университетской клиники. И все, что мы там хотим внедрить, там есть несколько технологий. Это ряд клеточных технологий, вот, это технологии, например, фекальной трансплантации, которые тоже самое, их нет в ОМСе, понимаете, их либо надо через платные услуги, либо, так сказать, вот как эксперимент, как НИР, ну, проще говоря, за отдельную плату. Фекальная трансплантация это не что иное, как трансплантация здоровых микробов из кишки здорового человека. Действенные вещи, очень говорят. Да. При ряде заболеваний, особенно, так сказать, при клостриде, когда там это есть, эти поносы, плюс, сейчас уже показаны при ряде ядов, да, аутоиммунных, да, заболеваний. Ядовы, гастриты. То есть, вы понимаете, там, как бы, очень много таких вещей, которые можно отработать для того, чтобы то, что не может втиснуться в рамки государственных гарантий, которые, так сказать, финансируются за счет государства. А риски? Риски тех же судебных преследований, если вдруг какие-то, ну, люди умирают, в конце концов, люди могут, лечение может быть неудачным, да? А это все будет проводиться, то есть, вот в этой ситуации, почему? Это выводится немножко на отдельную площадку, потому что здесь, когда мы говорим про риски, риски есть всегда. Риски есть даже у нас с вами сейчас, потому что вот лампа взорвется, так сказать, и нас поранит стеклами. И как раз там, понимаете, там, когда-то там формируется информированное согласие, что пациент приходит, он юридически ознакомлен со всеми рисками, со всеми последствиями, он сам делает осознанный выбор. Вообще, медицина будущего, она должна на этом строиться. Почему я говорю вот про, когда, помните, мы говорили об Эрике Тополе, медицина будущего? Дело в том, что сейчас есть очень много пациентских сообществ, и пациенты иногда намного более подготовлены, если он чем-то заболел, они начинают собираться в интернете, списываться, они наиболее подготовлены, так сказать, и о диагностике, и о лекарствах, которые надо, и как, и чего, вот, чем иногда некоторые врачи, которые далеки от этой специальности. И вот то, о чем мы сейчас говорим, что здесь разговор идет внедрение персонализированных методов, когда с пациентом четко разговаривают, когда говорят, вы понимаете, сейчас же модно, я же вам почему про мукол вот этих рассказывал, про всякие пластики, сейчас же бегут, а соседка там губы накачала или еще что-то сделала, и я тоже побегу, такая же буду красавица. А здесь врач объясняет, вот это будет то-то, вот это будет то-то, вот это будет то-то. Разговор не идет о зарабатывании денег, разговор идет о том, что когда на самом деле эта процедура показана, и она может быть сделана не в рамках государственной гарантии, а в рамках вот этих научных исследований, то здесь пациент говорит, а давайте, мне уже терять нечего, так сказать, например, или я понимаю, что я уже, так сказать, как бы вот готов к тому, чтобы попробовать эти вещи. Вторая вещь, которая там будет внедряться, например, чего тоже нельзя сделать, вы понимаете, самое простое, что там будет внедряться, это подбор лекарственных препаратов. Вот мы пробовали это сделать, но это не получается. Не получается в рамках тех вот законодательных актов, потому что мы все разные, мы уже говорили про генетику. У нас, например, кому-то достаточно вот одного и того же препарата, кому-то четвертиночки, и у него, то есть вот быстрый метаболизм, медленный метаболизм, это все ацетохром, который в печенке. Слушайте, по-моему, я не смотрю эти передачи, но по-моему, передачи мало что бы была, вот где-то, потому что я, проходя мимо, видел, что у меня это самое, на кухне, так сказать, это телевизор, и она, по-моему, про это тоже что-то рассказывала. Вот сейчас есть дозировки, и эти дозировки, они просто-напросто, ну вот как бы регламентированы, ну то есть вот, грубо говоря, там полграмма аспирина, вот, а кому-то четверть грамма надо, а кому-то, например, надо грамм с лишним, вот, и вот этот подбор лекарственных препаратов, даже сейчас вот большой проект, который инициирован Минздравом, мы тоже участвуем, МКДЦ в этом участвует, кардиологи участвуют, есть лекарство варфарин, которое назначается людям, перенесшим там всевозможные сосудистые катастрофы, этот варфарин, он назначается для того, чтобы постоянно, как в народе говорят, разжижать кровь. Но дозировка варфарина, она тоже зависит от генетики, и вот подбор как раз, вот этот, но этот проект, он уже начат, но он, так сказать, как бы начат еще с голландцами параллельно, потому что это, они вошли с этой инициативой, мы там участвуем, как со стороны генотипирования, потому что от этого варфарина могут быть и осложнения, это постоянное кровотечение, то есть если передозировка, то он не просто разжижил кровь, так сказать, а если, например, есть какая-то эрозия в желудке или еще что-то, вот, пожалуйста. Внутреннее получаешь, даже с летальным охотом. И вот эту вещь, мы тоже, так сказать, мы как раз вот на этой вещи тоже и будем строить. Вот то слово, которое в самом начале вы пытались выговорить, персонализировано, оно легко выговаривается, потому что она, правда, звучит в двух звучаниях, персонализированное либо персонифицированное, и это уже вошло в стратегию, я уже говорил, научно-технологическое развитие. А есть еще такое слово, прецизионное. Вот, у нас есть очень хороший ученый, Альберт Анатольевич Резванов, он такой... Он хорошо выговаривает. Да, он его хорошо выговаривает. Я даже научил выговаривать. Научил, да, да. Это слово. Но я могу сказать, что вообще, наверное, это откуда пошло это вообще, от Барака Обама, потому что они там, вот это вот решили, так сказать, это у них проект был в рамках Medicare развития прецизионной медицины. А она немножко шире, чем персонифицированная или персонализированная, потому что прецизионная это точная медицина. То есть, точные процедуры, точные хирургические процедуры, точные повязки. То есть, не просто там тебе башмак одели 45-го размера, когда у тебя нога 38-го, и сказали, иди гуляй, так сказать. Вот. То есть, точность во всем. Точность во всех манипуляциях. Ингеледуальный ателье. Да, да. Где костюм. Ну, это же очень дорого, если мы говорим о системе. Если у тебя есть такая качество системы, ну, здравоохранения. Нет, зачем? Ну, к этому в конечном итоге мы придем. Вы понимаете, мы придем. Я не буду говорить хорошо или плохо, или страховая медицина, там какая другая. Там есть очень много же. Есть страховая обязательно, есть дополнительная, есть еще какая-то. Может быть, на самом деле, ту страховую медицину, которую мы вводили, у нас консультанты были. Это из Соединенных Штатов, Канады и Израиля. Но Израиль, он небольшой, там она хорошо работает. В Соединенных Штатах, кстати, не очень хорошо работает страховая медицина. Почему у них там тоже свои проблемы есть? Вот. Но в то же самое время система здравоохранения, которая в Европе, они хорошо работают. То есть, что-то поменяется, и в конечном итоге, я думаю, что главное ведь стремиться и мечтать. То есть, когда ты видишь чего-то, то есть, можно сидеть на заваленке, играть с семечки, а можно просто идти, идти вперед к какой-то цели. И знаете, я хотел еще один задать вопрос вот по поводу этой клиники, экспериментальной. Я знаю, что в этом проекте участвует крупная коммерческая компания. Слышался, что участвует крупная коммерческая компания, которая не связана, никогда... По радио передавали, что ли? Нет, я по... По бабушке, да, по бабушке. Здесь разговор идет о том, что на самом деле есть люди неравнодушные, которые, как это сказать... Почему они пришли? Я думаю, рано или поздно все равно всплывет, но хотя, почему они пришли в это направление, в этот... Это они смотрят как бизнес, в конце концов? Нет. Вы знаете, нет. и вот это радует. Радует по одной простой причине, что в конечном итоге мы все не вечны, и очень многие люди начинают понимать, что надо не футбольные клубы покупать, и не покупать иностранных хоккеистов. Вы... Ну, скажите, какая вам польза, если вы свои личные деньги вложите в покупку дорогостоящих игроков? Я получаю эмоции? Ну, про Абрамовича говорили, например, что это допуск в английскую элиту. Мотивы есть, мотивы есть, но понятно, что... Понимаете, какая штука? А здесь... Очень эгоистичные мотивы. Да. А здесь вот сознательно совершенно четкий, глубокий, продуманный шаг, когда люди говорят, что на самом деле почему бы не сделать что-то полезное. Про Шамова, который построил Шамовскую больницу, там, правда, разные версии, что он там поставлял гнилое зерно там ему... ...на армия... ...за поэтому его заставили построить эту больницу. Вот. Но я не знаю, заставили, не заставили. Но сама больница была построена. В грехе отмолил. Жалко, что никак не осталось. Сейчас отель. Когда-нибудь, может быть, и отель. Но знаете, как я здесь тоже не буду говорить. Я знаю, коллеги мои очень переживали, когда закрыли Шамовскую больницу. Но все-таки символ был. Это символ. Вот символ. Но старую больницу, вот стандарты, которые предъявляются к больницам, они все-таки меняются. Вот у нас, например, сейчас очень большие сложности как раз в шестой городской больнице, потому что стандарты... Лежал я там на заре 90-х. В Шамовской? В Шамовской, да. Это было... Ну, тогда все больницы были примерно такие же. Ну, понятно, да. И вот сейчас сравните, например, новые больницы, которые сделаны после реконструкции РКБ, седьмую больницу. И мы стремимся к этому тоже в нашей университетской клинике. И жить становится лучше, как говорил один человек. Жить становится веселее, особенно у нас в университете. Сегодня у нас в студии был замечательный гость, рассказчик, проректор КПУ по биомедицине, директора Института фундаментальной медицинной биологии Киясов Андрей Павлович. Большое вам спасибо за содержательную беседу. Вам спасибо за вопросы. И спасибо тем, кто выдержал, выслушал это все. Спасибо большое. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова